Дорогие друзья, шалом! Приветствую вас! Шалом вам из города Великого Царя! Сегодня программа «Слово из Иерусалима». Со мной здесь в студии пастор Олег Хазин, который является моим другом. Многие из вас знаете его по прямым эфирам, по программам. Шалом, пастор Олег! Здравствуй, шалом! Слава Господу за тебя! Сегодня мы говорим о духовных дарах. Да, о духовных дарах. И на самом деле это жизненно необходимо и важно сегодня для церкви, для всех верующих людей. Потому что люди начинают говорить, что нужно искать Бога. И это правильно, это по слову. Или там нужно приносить плоды. Конечно, нужно приносить плоды. Но мы не можем. Знаешь, один потрясающий учитель Слова Божьего и пророк, это Рик Джойнер, он сказал такую вещь, что мы не можем только искать лица Божьего и не искать его рук. Потому что Бог даровал нам не только приносить плоды, но и ходить в дарах Святого Духа. Но это как раз то, что та крайность, в которую люди часто впадают. То есть они ищут Бога и ищут переживания с Богом. Но Господь дал инструменты для того, чтобы достичь этот мир. Вау! Понимаешь? Он дал инструменты для того, чтобы мы могли что-то сделать. Ты представь, это как будто сантехник просто чувствует себя сантехником. Да. Он хороший сантехник, но если у него нет инструментов, он не может ничего сделать. Поэтому Господь дает нам инструменты для церкви, для этого мира, для того, чтобы мы могли служить и могли сделать что-то. Аминь. Это потрясающее откровение. Я просто подумал, когда ты сказал, вообразил себе, что пришел слесарь сантехник, и он пришел без каких-то инструментов, и есть, допустим, там течет что-то, или протекает, или какая-то проблема. И Библия говорит, что все эти дары даны на пользу, на пользу другого человека. И этот сантехник не может ничего сделать, он просто говорит. Ну, представь, сантехник пришел, и у него инструменты не подходят к болтам. Это вот когда дары не подходят к людям, или используются неправильно. Такое тоже бывает. Да. Бывает такое, что человек хочет взять этот дар силой, или как? Что это значит? Нет, просто то ли непонимание о дарах духовных, то ли неправильное использование их. Может быть, что у одного человека все дары. Да, у Иисуса так было. Но Иисус, Иисус это совершенство. Я думаю, да, это возможно. Я думаю, можно ходить во всех дарах. Можно ходить в проявлении всех даров. В проявлении. Да, можно ходить в проявлении всех даров. То есть, когда есть необходимость, Бог может это высвободить. Ведь это дары Святого Духа. Если кто нуждается в исцелении, приходит дар исцеления. Кто нуждается в Слове, приходит Слово Знания. А может быть такое, как говорит Слово Божие, апостол Павел говорит, что конкретно кому-то дан дар исцеления, кому-то дан дар чудотворения, кому-то дан дар языков иных, да? Или это конкретно? Нет, есть, безусловно, но мы видим, что есть пророки в Библии. Точные пророки. Подожди, пророк, служение пророка и пророческий дар, это две разные вещи? Разные вещи, да. То есть пророческие проявления пророчества могут быть на разных людях, но пророк — это особый вид служения, всеслужителя, это особое призвание, это как быть пастором или евангелистом, то есть это уже из даров служения, понимаешь? Пророческие дары, которых Павел пишет, желаю, чтобы все пророчествовали, он говорит не то, чтобы все были пророками, а тогда кому будем пророчествовать вообще, а чтобы все пророчествовали, потому что все могут переживать пророческое помазание и высвобождать какое-то слово. Как достичь этих даров или как понять свой дар? Вот есть направление в Писании, 14 глава первого послания, ревнуйте о дарах. Прежде чем ревнуйте, там написано «достигайте любви». Это первая строчка. Вторая. Ревнуйте о дарах духовных. Особенно о том, что вы пророчеств. Подожди, а почему именно первая строчка? А вот и я хотел спросить. Вот это очень важно. Люди упускают это. То есть они говорят о дарах и они опускают. Самое важное, с чего началось. Достигайте любви, потому что без любви, без любви дары принесут вред и без любви они будут бесчестить Бога также. Ну представь, человек, обладающий даром слова знания, даже даром пророчества. Представь, если он не любит людей, что он может наговорить? Через какое сердце будет пропущено? Ведь дары пропускаются через характер, через сердце человека. Человек же не впадает в эффект, в транс, когда он делится пророчеством или он же не впадает в какое-то забытие. Ну бывает, но в большинстве случаев человек пропускает слово через свое сердце. Понимаешь? То есть дары даны нам написано для чего? Дары на каждом удается проявление Духа на пользу. Да. Так вот представь теперь, что если бы Иоанн, который написал книгу Откровений, представь, что если бы на его месте был кто-то другой апостол, допустим Петр, на что была похожа бы книга Откровений? Ты думаешь, она видоизменилась? Да, он бы рубил направо и налево. Но Петр, он был человек, который мог взять меч и отрубить ухо, который мог пойти на серьезное вещь. Почему это было доверено Иоанну? Потому что Иоанн был апостолом любви. И он знал любовь Отца, любовь Бога. И только когда он знал эту любовь, ему было доверено видеть эту правду. О, интересно. Хорошо. Как человеку понять свой дар? Как его различить? Я думаю, что когда Бог имеет для тебя дар, Он даст тебе это понять. То есть Бог это даёт понять? Я не думаю, что надо посвящать свою жизнь, чтобы искать свой дар. Я думаю, что… Это тоже одна из крайностей. Это одна из крайностей, потому что люди, они тратят очень много усилий на то, чтобы понять свой дар. Понимаешь? То есть, допустим, я люблю музыку. Мне не надо было учить музыке для того, чтобы я её любил. Я её любил с самого начала. Бог даёт, Он даёт помазание на определенный дар. И человек это знает, он это чувствует, он это переживает. Да. Понимаешь? Это легко находится так же, как любые призвания, любые специальности в этом мире. Понимаешь? Вот, допустим, человек может быть… Есть дар даятеля? Ну, это не духовный, скажем. Это уже не к духовным дарам. Это уже к дарам, скажем, управления. Но дар управления, он не духовен? Он же не может быть бездуховен? Нет, но это не дары откровения, дары силы. Да, я понимаю. То есть, мы же… Но мы же не можем оставить духовность даже в дарах управления? Нет, не можем. Нам управление должно было… Там же опять-таки дух премудрости и откровения, или дух разума, совета, крепости, как там написано. Да, да. Опять-таки, это духовный дар всё-таки, или как? Скажем так, человек, который… Вот вспомни Стефана. Да. Он раздавал пищу, да? Вот сегодня люди не хотят этого понимать. Да, да. Они ищут вот духовных даров, чтобы пророчествовать там, или что-то. Нет, но были критерии людей, которые должны были… они должны были наполнены быть духом святым. Они были исполнены святого духа и верой. И верой. Их тогда поставили пищусь о столах. Вот он раздавал. Да, но в тот же момент Бог дал ему помазание проповедовать Евангелие. Правильно, но если бы он не имел духовного… ну, жизни, его бы даже и к столам не допустили. То есть, это было настолько серьёзно? Это было серьёзно. То есть, сегодня мы также не должны допускать к столам тех людей, которые духовно не развиты? Скажем, к управлению Царства Божьим, да. Это точно. То есть, если люди духовно не развиты, если они духовные младенцы рас, или они не хотят духовно развиваться и бунтуют, мы не можем допускать их? К управлению Церкви нет. То есть, раздавание вот это… Раздавание – это управление Церкви. Это управление. Опять-таки, это духовные вещи? Я думаю, что люди должны этим заниматься духовно. Конечно, сто процентов. Ну, представь, что такое администрация, что такое управление? Это финансы. Это авторитет самой Церкви, потому что человек может представлять Церковь перед разными властями. Понимаешь? Это серьёзные вещи. Человек, в сердце которого не живёт Дух Святой, будет делать это мирским путём. Но сегодня многие люди ищут, знаешь, каких даров? Проявление даров исцеления, проявление даров чудотворения, пророчества. Может быть такое, что человек, не понимая свой дар, может, Бог его поставил, допустим, быть диаконом, да, как они там были? Да. Или Бог его поставил, допустим, раздавать. Или Бог его поставил… Это тоже дар быть служителем порядка, к примеру? Смотри, дело в том, что для того, чтобы человек вышел и служил духовным даром исцеления, кто-то должен создать платформу для этого. Понимаешь? Что это значит? Кто-то должен создать платформу. То есть, кто-то должен следить за порядком, кто-то должен следить за Церкви, кто-то должен администрировать это событие, собрание. Человек же не просто собирается спонтанно. Ты знаешь, один из моих служителей из старейшего, он говорит такую вещь, я не знаю, насколько ты, что ты скажешь об этом. Он говорит, что все, что происходит в Церкви, в Церкви именно, то, что происходит в поместной, все мы здесь служим для того, чтобы подготовить место пастыря, чтобы он вышел и сказал слово. Сто процентов. Это так или нет? Это так, сто процентов. Если они не будут служить, твое слово не достигнет людей. То есть, значит, все эти дары являются… Они называемые вспоможения. Вспоможения. И прославления тоже? Тоже. Вот ты прославитель, ты поклонник, помимо того, что ты пастырь, ты именно поклонник, у тебя сердце поклонника. Ты говоришь, что поклонение, которое идет напрямую к Богу, это дар вспоможения? Нет, мне интересно просто. Да. Я тоже так считаю. Но когда это работает в Церкви, это вспоможение для слова. То есть, это помогает пастырю принести слово? Да. Но, допустим, когда ты поклоняешься дома, то уже и нет пастыра. Понимаешь? То есть, разные вещи. Нет, ну мы сейчас говорим о Церкви, потому что дары… Мы говорим о дарах. А дары для чего? Для Церкви? Да. Дары же не даны для этого мира. Прежде всего, дары даны для Церкви. А потом дары исходят из Церкви в мир. Да, да. Если они используются без Церкви, они будут потрачены бесхозно. Знаешь, это как бы вот просто… Во-первых, Господь не будет проявляться, потому что Он дал власть Церкви. Это не будет сеяние, ты имеешь в виду. Жатву не будет. Да, Он дал власть своей Церкви. Понимаешь, люди, почему они избегают Церкви? Почему, вот это очень интересная тема, почему люди стремятся к духовным дарам, они стремятся к дарам… Из покровительства и власти. Да. Ну, нет, вот почему люди стремятся к духовным дарам, игнорируют дары вспоможения? Да. Потому что духовные дары, они приносят такой, знаешь, вот авторитет. Ну, эйфория. Эйфория, авторитет. Как бы, понимаешь, есть такая, как бы, восполнение вот этого… Чеславия. Чеславия, да. Люди, которые работают за кулисами, их никто не знает, их никто не видит. Да. Никто не обращает на них внимания, все думают, что так должно быть. Но сегодня все чаще много людей не хотят заработать за кулисами, и это проблема. Не хотят. Они хотят становиться на свое место. И ты конкретно как… Вот скажи мне одну вещь, у пасторя все-таки есть дар видеть, если он пасторе, Бог его поставил. Да. Я считаю, что у пастора есть дар видеть, Бог ему дал особенно, он может ошибаться, потому что он тоже человек. Да. Но у пастора есть особенный взгляд на вещи, и у него есть дар, отточенный дар, и чем больше он служит пасторем, тем больше он понимает. Он видит человека, в каком призвании человек поставлен. Да. Это правильно. Сегодня многие пастори страдают, я скажу тебе от чего. Потому что они говорят конкретно, вот твое призвание, вот твое служение, делай это. Я научил своих людей такому делу, Олег. Да. Вот, пастор Олег, я научил такому. Я говорю, ты служи в этом, в том, что я тебе говорю. Бывает, иной раз человек из-за недостатка людей, ресурсов человеческих, служит в каком-то служении. Но когда придет туда человек с этим даром определенным, ты пойдешь на свое место. Не бойтесь, что Бог вас передвинет. Не бойтесь, что Бог вас поставит на свое. И у меня сегодня люди это понимают. Но многие пастора страдают от того, что нет взаимности, нет реакции никакой. Нет, люди инертны. Да. И ты говоришь, ты конкретно видишь, у тебя дар молитвенника. Есть такой дар. Ну, люди говорят, нет дара молитвенника, все должны молиться. Я понимаю, что все. Но есть дар ходатайственных молитвенников, которые молятся просто. У меня есть такие бабушки, есть такие сестры. Они молятся днем и ночью. Да. И я вот понимаю, если бы не их молитвы, сколько бы проблем было у меня, как у пастырей, у церкви. Да. И вот человек говорит, нет, я не знаю, я не это, я не то. Вот проблема. Ну, я думаю, тут, знаешь, есть недостаток роста. Духовного. Да. То есть, мы не должны думать, что мы призваны к чему-то, не можем делать остальное. Понимаешь? Это как дома. Я люблю мыть посуду. Но я так же могу еще и что-то, я могу еще и что-то другое сделать. Я в церкви учу людей так. Ты должен делать, уметь все делать. Все полностью. От начала до конца. От проповедования до всех других вещей. Ты должен уметь все делать. В детской службе. Если надо, ты должен заменить кого угодно в любом месте. Понимаешь? Это правильно, на самом деле. Потом, когда Господь приводит уже других людей, которые более, скажем, одаренные или более профессиональные, тогда можно тебя освободить туда. Но надо предупреждать людей, наверное, чтобы они потом не обиделись. Нет, конечно. Надо общаться. Я считаю, что апостолы – это не только люди, которые открывают церкви. Апостолы есть внутри церкви. Я их называю апостолами. Которые начинают какое-то служение. Вот, к примеру, начал служение раздавать, допустим, увещевать, допустим, или еще что-то. Пришел служитель туда с даром этим. Он оставляет это, идет в другое и начинает там другое. Что он начинает? Он восполняет ту нужду, которую имеет церковь. Я считаю, этих людей с апостольским помазанием они. Да, да. Как ты думаешь? Что ты думаешь? Все правильно. Это люди, которые могут взять что-то и сделать там дело и пойти внутри церкви. Они могут передвинуться. Да, да, да. Все правильно. Я тебе скажу, это очень полезные люди. Это очень благословенные люди. Но такие люди должны быть и смиренными. Они должны понимать, что это их призвание. Да. Потому что некоторые люди вот так обижались. Смотри, они должны любить церковь. Прежде всего. Они должны понимать, что Бог их призвал в эту церковь. Видишь, они не могут жить постоянно смиряя себя. То есть им не нравится, и они себя смиряют. То есть это исходит из любви опять-таки. То, что ты зачитал. Да, они должны любить церковь. То есть представь, человек, которому не нравится церковь, он смиряет себя делать что-то. Это проблема. В конечном итоге он рванет куда-то и пропадет. Любить церковь, это связано с тем, что верить в пастыря в хорошем смысле этого слова. То есть верить в его слово, доверять пастырю. Однозначно. Доверять старейшинам, служителям. Однозначно. Однозначно. Любить церковь, это полностью доверять своей финансы. Доверять пастыру свою жизнь. Доверять все, что происходит в церкви, ты любишь, ты принимаешь. Это твой дом. Иначе это не будет работать. Я понял. Хорошо. Еще такой вопрос. А как сделать так, чтобы эти дары не застряли где-то в пути? Потому что такое тоже часто случается. Когда вроде принял дар, и он потом... Допустим, у меня есть дар исцеления, я знаю, Бог мне его дал. Но несколько раз Бог мне сказал на протяжении того, что я служу пастырем. Бог сказал, ты оставил свой дар. Ты его оставил буквально. Я говорю, Господи, ну ты же понимаешь, что мне надо и об этом проповедовать, и о том проповедовать, и о том. А у меня конкретно вот этот дар слова знания и дар исцеления, они все время шли вместе. И сейчас идут. Но я как-то... Вот написано о возгревании дарах. Что делать с этим, пастыр Олег? Это не у тебя одного такая, скажем так, проблема. У меня тоже это есть. То есть я впадаю в суету, в разные вещи, и как бы постоянно не пребываю в том, что... То дарование, которое есть. Я понимаю, для того, чтобы пребывать в этом даровании, нужно держаться за Господа. Нужно знать, к чему ты призван. И нужно идти в этом призвании. Не съезжать как бы на разные... Вот был Джон Арнодт у меня много лет назад здесь. Я у него спросил, я задал ему вопрос, ты его тоже знаешь хорошо. Я спросил, я говорю, Джон, скажи мне, пожалуйста, как прийти к пробуждению в церкви именно? Не к массовому пробуждению. Хотя у них было массовое пробуждение. Я говорю, ну в церкви именно. И как? Чтобы это перетекло, может, потом массовое. Сегодня я, конечно, уже больше об этом понимаю, находясь в служении пастыря, что все-таки и время, и сезон – это Божьи времена, и сроки. Но, и он сказал мне такую вещь, пастырь не должен отклоняться от своего видения или от своего дара, то, что Бог ему дал ни направо, ни налево. Он должен много лет бить в одну и ту же точку, даже если он не видит результатов. Ты согласен с этим? Я согласен частично. Скажем так, если нет результатов... Не, ну в том плане нет результата, в каком плане, что ты не видишь пока там, допустим, что... Но если это твое, смотри, если это твое призвание, и, допустим, ты несешь это призвание, есть на нем помазание, Божье присутствие, но ты не видишь еще пробуждение, то да, надо пребывать в этом. Но если ты пытаешься молиться за больных уже 10 лет, и никто не исцелился, то надо просто оставить это и молиться за что-то другое. Понимаешь? Вот же такое нет результата. Что это значит? Это абстрактно звучит, пастор Олег, держаться за Бога. Что такое возгревать? Смотри, мы должны понять, определиться для того, что такое дар, что такое возгревать. Эти понятия, они очень интересные. Да. Ведь дар, ведь дар, это определенный вид помазания, которое приходит от Господа. Понимаешь? Никогда не рассматривал с такой точки зрения. Определенный вид помазания. Да, ну скажем так, если человек во грехе, он может нести дар? Нет. Но я не знаю, но определенное время он его еще несет. Потому что Бог дает время, наверное, покаяться. Мы видели это много раз в жизнях служителей. Вот, я об этом говорю. То есть, невозможно использовать дар или укрепляться в даре, или подниматься в даре в отдалении от того, кто этот дар дает, на самом деле. Понимаешь? То есть, ты не можешь постоянно молиться за больных и идти в исцелении, если ты потерял общение с Богом. То есть, рано или поздно твой дар высохнет, и все, ты не сможешь больше это делать. Ты не черпаешь сил. Ты не черпаешь силу. Потому что помазание, это приходит от Бога на этот дар, понимаешь? То есть, это не просто один раз пришло помазание и все. Конечно. Это не просто вот дар тебе. Люди используют, допустим, дары и призвания непреложные. Но я с годами понял, что это здесь говорится об Израиле все-таки. Здесь не говорится о духовных дарах. Там конкретно апостол Павел говорит об Израиле, что Бог призвал Израиль, дал им дары определенные. Дары и призвание непреложные. А люди все время пытаются использовать это для духовных даров. Но это неправильно. Я тебе скажу, знаешь, мы должны понять, какую вещь. Мы должны стяжать Божье присутствие. То есть, это определенное помазание, не которое просто приходит и остается, а оно должно все время течь. Конечно. Мы должны идти за Божьим присутствием и смотреть, и чувствовать в духе, какие дары конкретно работают в момент, который есть на самом деле. То есть, может быть, люди и нуждаются в исцелении, а Господь двигает тебя пророчествовать. То есть, мы должны быть чувствительны. И они через пророчество могут исцелиться. Или просто в поклонении. Ты увидишь, как чудеса творит Господь. Но если ты общался с Богом на протяжении недели, допустим, или на протяжении дня, или месяца, или года, тогда ты можешь двигаться? Потому что ты становишься более чувствительным к Духу Святому. Да, ты должен быть чувствительным и открытым во время самого служения. Был опрос, на самом деле, пастырей, я читал это в какой-то книге. Был опрос пастырей, что мотивирует рост церкви, рост воскресных собраний. 80% пастырей сказали помазание. То есть, когда сходит Божье присутствие, сходит помазание на людей, на церковь, во время служения есть рост. Остальные люди, 20%, говорили про здание, администрацию, евангелизм и разные другие вещи. Иисус Христос родился в Холиву. Да. Помазанный агнец Божий Сын. Я просто вот думаю об этом. Дар для этого мира. И туда пришли, прибежали эти пастухи, и туда пришли эти волхвы с дарами. Да? Да. Их притянуло туда просто. И туда послал Ирод, чтобы убить младенцев. Да. Ты знаешь, я замечал одну вещь интересную в своей церкви. Когда Господь сходит на служение, я не знаю еще. Но это не постоянно бывает, что вот в такой силе Господь сходит. Нет, не постоянно, не постоянно. Но я заметил интересную тенденцию. Да. Когда Господь сходит на служение, всегда на этом служении появляются люди, которые готовы покаяться. Неверующие люди. Такое чувство, что Господь их приводит. Специально. Тебя готовит и соединяет эти два элемента. Я замечал уже много раз об этом. Ты не знаешь, в какой силе пройдет служение. Ты не знаешь, в каком ракурсе оно пройдет. Но всегда, когда есть помазание, всегда есть кто-то, кто готов принять. Но я тебе хочу сказать одну вещь такую, что у меня было определенное время в жизни, в начале церкви и через определенное время, что помазание на каждом служении было. Могущественное присутствие Божье. И знаешь, я как говорю, как об этом сказал когда-то Кент Хейген, это как тортик помазание, который можно разрезать. Ты чувствуешь, что оно вот здесь, вот присутствие Божье. Или я смотрел определенных проповедников, таких, допустим, как Родних Орд Браун или Бенихин в определенное время. И помазание, я питался этим, давай скажем так, как есть. И помазание, оно присутствовало в церкви. И, конечно, прежде всего, ты сам ищешь Бога, ты с Ним общаешься. Вот здесь, вот где мы сейчас с тобой сидим, здесь я спал ночами, я здесь молился, я здесь ложил просто такие покрывала разные, чтобы здесь уснуть. И просто в присутствии Божьем намолился и в присутствии Божьем. И Господу это нравится, когда ты ищешь Его присутствие. Да, конечно, да, и аминь. И было постоянно присутствие Божье. Но ты вот правильно сказал, и дары действовали. Мои дары, и дары людей. Но ты правильно сказал одну вещь, что мы иной раз суетимся. Да, но я думаю, что, видишь, вот ты правильно мы затронул. Нельзя игнорировать людей, от которых ты можешь учиться. Да. Вот не зря Байнихин учился от Кэтрин Кюльма. Не зря это было. Ведь Бог, почему Господь ставит этих людей? Почему? Для того, чтобы мы вошли под их помазание, чтобы мы научились от них, чтобы мы смотрели на них. То есть не чтобы мы их копировали, а чтобы мы вошли помазать. Да, да. Не чтобы мы копировали их жестикулируя, а чтобы мы взяли что-то, в чем они живут, на них что-то, что есть. Это не зря Елисей просил помазание, которое на Илье. Он не просил помазание, которое на Боге или у Бога. Он не сказал Господь, дай мне помазание. Он сказал помазание, которое на Илье, пусть во мне будет вдвойне. И Павел передал помазание Тимофею, Титу и, допустим, тому же Марку, которого Павел не хотел с собой брать. В конце жизни Павел говорит за него, что один он для меня отрада сегодня. Марк, племянник. Да, да. К чему мы приходим сегодня? Мы приходим сегодня к тому, что если у пастора нет образца, понимаешь, которому он следует в помазании, то он никуда не придет. Но при этом надо сохранить, не потерять свою индивидуальность, наверное, от Бога. Но в этом и есть определенный вид поиска, понимаешь? Ты ищешь себя, это как в музыке. То есть ты ищешь себя, копируешь этот стиль, этот, тот, тот. В конечном итоге ты приходишь к тому, что что-то совпадает с своим сердцем. Так и здесь. Это очень интересная встреча сегодня, у нас интересный разговор. Мы можем это продолжать. У нас осталось буквально две минуты. Я буду просить тебя помолиться за наших телезрителей. Аллинули. Чтобы они приняли дары от Бога. Да. Или у них есть уже дары, чтобы они возгревали их, ходили в них. И я также хочу сказать, что я все-таки верю, что наши служения, они будут проходить всегда в помазании. Я хочу тебе сказать одну вещь. Я знаю, и у тебя так, наверное. Люди, которые приходят первый раз в церковь, верующие и неверующие к нам в церковь, они всегда говорят, что это здесь происходит. Неверующие говорят, что это за энергия здесь. А верующие говорят, ой, здесь столько у вас помазания. Вау. Они приезжают из таких больших церквей, тысячных, можно сказать, сюда в Израиль. И они говорят, у вас здесь такое присутствие Божие, у вас здесь такое помазание. Пусть продолжается. Аминь. Но мы иной раз этого не замечаем, пастор Олег. Да. Мы уже привыкаем к этому. Помолись, пожалуйста, за наших телезрителей сегодня, чтобы помазание Святого Духа продолжало. Отец, небесный, во имя Иисуса я молюсь о том, чтобы помазание Святого Духа текло на каждого, кто смотрит сейчас. Эту передачу. Господь, я молюсь о том, чтобы дары Святого Духа действовали через людей в церквях. Отец, я молюсь о том, чтобы те, кто перестали возгревать свой дар, снова начали ревновать о духовных дарах. Отец, я молюсь о том, чтобы помазание пришло в церкви, чтобы наши церкви менялись. Боже, я молюсь о том, потому что приходит время духовных даров. Я молюсь о том, чтобы духовные дары это были инструменты для пробуждения. Не для тщеславия, не для гордости, а для пробуждения. Отец, изливайте дары через смиренные сердца, скромные сердца. И пусть вся слава приходит тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, с вами сегодня был пастор Олег Хазин и ваш покорный слуга Оран Лебари. Мы любим вас, Бог любит вас еще больше. И мы вернемся через неделю, если позволит Господь. Шалом вам. Шалом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»